Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Четверг, 7 сентября и начнем наш разбор, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар тенденция на укрепление продолжается, цель остается прежней. Это движение в область 1.2066 и данный сценарий будет актуален до тех пор, пока пара торгуется выше отметки 1.1899. Это минимальное значение, которое было зафиксировано вчера, 6 сентября. То есть тот уровень, который мы можем назвать разворотным для краткосрочной тенденции по данному активу. Британский фунт также продолжает укрепляться. Вчера был достигнут локальный максимум в области 1.3080 и на текущий момент тенденция на укрепление также продолжается. Ближайший разворотный уровень по данной паре мы можем отметить на минимальных значениях, которые были вчера. Это отметка 1.3016. На текущий момент цель по движению также остается прежней. Это область 1.3245. Австралийский доллар, американский доллар не может уже вторую сессию подряд обновить максимальные значения, которые были зафиксированы 5 сентября. Это отметка в области 1.8023. Но пока мы торгуемся выше 1.7940, это минимум, который был 4-5 сентября, то тенденция на укрепление также остается в приоритете. Поэтому на текущий момент ближайшая цель это закрепиться выше отметки 1.8040. Пара американский доллар и японская иена также продолжают снижаться. На текущий момент ближайший разворотный уровень находится на максимальных значениях, которые были зафиксированы вчера. Это отметка 1.10939. И только уход выше данного уровня вернет нас к коррекционному восходящему движению по данной паре на текущий момент. Ближайшая цель по нисходящему движению это область 1.0829. Пара американский доллар и канадский доллар также продолжают свое движение. В той тенденции, которая была обозначена ранее вчера, пара не смогла, во-первых, уйти выше максимальных значений, которые были зафиксированы 5-4 сентября, что, в свою очередь, сохранило тенденцию на ослабление по данному активу. Ну и те данные, которые были вчера по Канаде, они подтолкнули движение тренда в ту сторону, в которой он, собственно, и двигался. То есть тенденция сохранилась. Вчера дошли до минимальных значений в области 1.2136. И на текущий момент тенденция на ослабление по паре американский доллар и канадский доллар. Также продолжается пара еврофунт. По паре еврофунт мы можем ожидать восстановления уже движения в сторону укрепления евро против британского фунта только после ухода выше отметки 91.64. Это максимальное значение, которое было зафиксировано вчера по торговле за торговый день. Соответственно, на текущий момент тенденция остается на ослабление. Вполне вероятно, уход дальше вниз до отметки 91.90-90.70. Но возврат к покупкам все же будет более актуален, так как основная тенденция остается на укрепление. Поэтому данная ситуация будет более интересна по данному активу. Золото продолжает также укрепляться. На текущем ближайший разворотный уровень находится на минимальных значениях, которые были 5 сентября. Это отметка 1326 долларов за тройскую унцию. На текущий момент для восходящего движения ближайшая цель – это область 1360 долларов за тройскую унцию. Нефть марки Brent смогла закрепиться выше отметки 5309 и дошли уже до целевых значений, о которых мы говорили после преодоления данного уровня. Это область уже 54.50. На текущий момент тенденция на укрепление сохраняется. Ну а дальше перед нефтью стоит следующая область сопротивления. Это максимальные значения, которые были в мае этого года – область 54.60. Уходит выше данных уровней и закрепление за ними вернет нас уже к покупкам по нефти. Индекс DAX не смог вчера обновить минимальные значения в области 12036. И к концу торговой сессии уже закрылись выше открытия, фактически дойдя до отметки 12300, обновив локальный максимум за последние несколько торговых сессий. Поэтому на текущий момент тенденция коррекционной на укрепление индекса DAX остается в приоритете. Она будет актуальна до тех пор, по крайней мере, пока индекс торгуется выше отметки 12040. Возврат за этот уровень уже может нас вернуть к продажам по данному активу. Ну и среднесрочный уровень, который находится на максимальных значениях начала августа – это область 12300. Закрепление выше данного значения возвращает нас к покупкам, к среднесрочным по данному инструменту. И после этого мы сможем ожидать продолжения уже укрепления индекса. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Как всегда, ваши вопросы оставляйте под этим видео. И увидимся на следующих видеообзорах. Всем спасибо и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok